Всем привет, друзья! Добро пожаловать на неделю чтения! Вроде совсем недавно была, но я решила повторить. А всё потому, чтобы заставить небезызвестного блогера Леру Жук тоже снимать свои видео. Я просто её прошлую неделю чтения засмотрела до дыр и решила придумать такой хитрый план, как совместная неделя чтения. Поэтому, если кто-то ещё не знает такого блогера, как Лера Жук, то ссылка на неё будет в описании, и мы с ней её проводим одновременно. Правда, я её завалю 100%, потому что у меня помимо работы ещё и переезд. Вот эта коробка тут стоит неспроста. Мне нужно будет сегодня загрузить в неё книжки и посмотреть, вообще сколько коробок мне понадобится, чтобы перевести все свои книги из Одессы. Так что, в принципе, будет очень метушная неделя чтения, в которой будет меньше чтения, чем хотелось бы, но я буду очень-очень стараться всё успевать. Теперь давайте, пока эти завалы ещё у меня стоят на тумбочке, выберем книжку первую для этой недели. У тебя опять минут мучений и гигантского столба пыли под 2 метра. Я наконец-то перевернула опять все свои книжки, чтобы вы видели обрезы, и вместе со мной выбирали, что бы мне почитать. Очень мне хочется прочитать кавку внезапно, но если я начну эту неделю с кавки, я думаю, она у меня и закончится где-то на втором дне, с депрессией какой-то, так что, ну, не знаю, хороший ли это выбор, по крайней мере для первого дня. Надо начать с чего-то по радужнее. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, наверное, давайте вот из недавних покупок Фотоморгана «Любви с оркестром». Это латиноамериканская литература. Тут у меня, кстати, мне порезали книжку канцелярским ножом, вероятно, когда распечатывали посылку. Я немножко из-за этого погоревала, но уже всё, смирилась. Уже пришёл следующий этап горя – это смирение. И вот, полезная с прекрасным Андреа Гриль книжка про кофе и про мужчин, которые решили производить самый дорогой сорт кофе. И учитывая, что я провожу неделю чтения вместе с Лерой Жук, мне кажется, это очень логичный выбор, ну, потому что Лера и кофе, кофе и Лера – это просто пара не разлей вода, так что я вот буду теперь читать эту книжку и мысленно буду вместе с Лерой. Ну, а к книжке о кофе, естественно, нужно сделать кофе. Лерой Жук Кофе Кофе наряду с колой – самый популярный напиток в мире. Кофейное зерно занимает второе место в рейтинге сырьевых товаров, которыми торгуют на биржах во всём мире. На первом месте – нефть. Суммарная площадь кофейных плантаций во всём мире сравнима с территорией Португалии. Кофе возделывают в 50 странах, в Южной Америке под кофейные плантации с вилей леса на миллионе гектаров. Кофе считают одним из первенцев глобализации, и лишь немногие продукты питания могут похвалиться столь значительным влиянием на человеческую культуру. Если в античной древности доминирующим атрибутом культуры было вино, то начиная с нового времени кофе задаёт тональность мысли и чувства. Эпоха просвещения, Великая Французская революция – ничего этого не произошло бы без культурно-политической подрывной работы, проходившей в бесчисленных кофейнях крупных городов. Кофе и сам по себе является объектом политики. Из-за него возникали войны, его спутники – рабство и принудительный труд. И даже в наши дни судьбы 25 миллионов крестьян и мелких фермеров во всём мире зависят от колебаний цен на кофе на товарных биржах. Кто бы мог подумать, что одну страницу назад главный герой игрался с бумажными куколками, одевал их и раздевал. И тут такая интересная информация. Так жарко, аж голова болит, если честно. Сегодня должна была быть гроза, у меня были такие большие надежды, но нет, традиционное солнце и 30 градусов, спасибо. Я уже на 120-й странице, идёт, в принципе, бодренько, лёгенько. В общем, здесь рассказывается о двух новоиспечённых друзьях. Один из них работает хранителем тишины в соборе, а другой – безработный. Он попрошайничает в электричках и периодически заходит в торговые центры, в отделы одежды и примеряет на себя вещи, шастая по карманам в поисках денег, которые кто-то оставил, потому что когда-то давно он примерил плащ и нашёл в нём 250 евро или там сколько, 300 евро. И теперь у него теплится надежда, что он найдёт деньги ещё. В общем, они начинают дружить и решают совместно такой вот бизнес-план провернуть, добыть этого зверька. Забыла, как он называется. Блин. Блин. Мусанг. Вот. Это кошка, которая, типа, вырабатывает самый дорогой кофе в мире. Она ест кофейные зёрна. Они у неё не до конца перевариваются и выходят, в принципе, обработанными и более вкусными. И поэтому там собирают экскременты этих кошек и делают из него самый дорогой кофе. Вот они решают добыть этого мусанга и заняться производством кофе. Но не всё так просто, естественно, потому что живут они не в стране его обитания, а в каком-то маленьком городке австрийском. Поэтому решают они добыть его через зоопарк. Ну и вот тут, как один из них устроился работать в зоопарке, как он пытается добраться до этого зверька. В общем, такая очень простенькая, лёгенькая книжка, чисто так расслабить голову после тяжёлого рабочего дня. Радуют эти эпиграфы к каждой главе, которые рассказывают про сорт кофе, быстренько, где он растёт, как его там добывают, какие-то особенности, содержит ли он кофеин или нет. В общем, для тех, кто хочет заделаться настоящим знатоком кофе, может быть интересно пробежать глазами эти эпиграфы, а потом, подкручивая ус с моноклем, рассказывать, а, вот арабика отличается от этого, тем-то, тем-то. Я просто пока только арабику знаю, и всё. В общем, пойду, наверное, выпью ещё кофе. Отличную я выбрала книгу. У меня будет передоз кофеина. И продолжу читать, пока есть возможность. Просто посмотрите, что у нас есть. Это непростой арбуз. Арбуз без косточек. Я понимаю, что он сейчас обколотый, и стоит целое состояние, но когда я вижу арбуз, я не могу мимо него пройти, настолько я его люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Мы зашли за хлебом. Мы зашли за хлебом. Мы зашли за хлебом. Как вы мне уже надоели со своим ягненком. Кто бы знал. Полежу, погрущу. Читала я себе, читала, как мужички кофе пытаются производить, самый дорогой в мире. А тут внезапно начался какой-то сюр. Интересно, интересно. Привет, говорит лошадь и произносит это в точности, как девушка в том фильме. Лошадь стоит в кухне. Лошадь пухнет, точно на дрожжах. И уже тычется мордой верхний край кухонного шкафчика. Ну ладно. Лошадь дышит ровно, хотя спиной уже подпирает потолок. Что происходит? Какая лошадь? Короче, я поняла. Это настоящий производственный роман. Здесь будут рассказывать вам все то, что происходило бы, решив и заняться кофе. Вас погружают, так сказать, в эту сферу с головой. Сначала вам нужно украсть специальное животное, которое ест кофейные зерна и обрабатывает их таким образом, что они становятся в тысячу раз ценнее. Затем как-то добиться того, чтобы он был здоров, сыт, чтобы он вам доверял и жил в вашей квартире. Потом вам нужно закупить кофе, каким-то образом подсунуть это все животному. Потом вам надо поковыряться в его экскрементах, достать кофейные зерна. Потом вам нужно заняться привлечением клиентов. Пока что я до этого момента дочитала, так что у меня уже, в принципе, налажен бизнес-план. Мустан. Осталось только украсть где-то этого. Все время хочется его назвать мустангом. Он не мустанг, он... как его зовут? Мусанг. Я так долго искала слово, которое отличается от мустанга отсутствием всего лишь одной буквы. Ну, как вы понимаете, я не смогла пройти, закрыв глаза. Но вы сделайте вид, что этого не видели, пожалуйста. Короче, на самом деле мешать моей неделе чтения, самая главная угроза моей успешной недели чтения, это не работа и даже не переезд. Это подкаст «Добро пожаловать в Night Vale». Я всегда пропускала его мимо себя. Мне казалось, это что-то настолько не мое, что даже нет смысла проверять, что там, о чем все говорят, что за книжку, по какому подкасту все читают. Но тут посмотрела... что там? Что я посмотрела? Неделю чтения Лины Малины, и она там вторую книгу по этому подкасту брала читать. И по цитатам с книги я просто ринулась в ту же секунду слушать этот подкаст, и все. Я теперь такой фанат, просто сумасшедшая фанатье, которая думает распечатать текст этого подкаста, сделать из него книжечку, чтобы перечитывать. И мне очень... секунду... И мне очень большого труда стоит сейчас не нажать кнопку «Плей». Слушайте, не сдержалась. Короче, суть подкаста в том, пару слов о моей новой влюбленности для тех, кто тоже, как и я, вообще не заходил, не интересовался. Это радиопередача, которую ведет диктор таким очень спокойным голосом. Вы уже, наверное, его слышали, очень приятным голосом. О том, ну, вообще о новостях в Найтвейле, маленьком городке американском, где-то в пустыне затерянном. Но в Найтвейле происходит куча всякой чертовщины, которая еще смешнее становится из-за вот этого степенного голоса, абсолютно неудивленного, а такой настоящий магический реализм, канон магического реализма происходит в черте пойми что. Какое-то волшебство, мистика и фантастика, а люди абсолютно адекватно на это реагируют. И здесь так смешно и необычно. Например, снова пришло время выборов, и вы знаете, что это значит. Тайная полиция шерифа придет и заберет ваших домочадцев, чтобы каждый из вас проголосовал за нужных членов совета и не возникло никакой путаницы. Их будут держать в тайном и хорошо охраняемом месте, которым, как всем известно, является заброшенная шахта за городом. Но пусть название не вводит вас в заблуждение, слушатели. Эту заброшенную шахту уже столько лет используют для содержания заложников и незаконно арестованных людей, что теперь там есть все условия для жизни. Большая двуспальная кровать и бесплатный Wi-Fi и HBO. Еще есть камеры для пыток, но не думаю, что кто-то вынудит совет их использовать. Помните, это Америка. Голосуйте правильно, или вы никогда больше не увидите своих близких. Внимание! Тайная полиция шерифа разыскивает беглеца по имени Хайрам Макдэниелс, бежавшего из-под стражи после того, как его арестовали вчера в 9 вечера. Приметы Макдэниелса. Пятиглавый дракон, рост примерно 5,5 метров, глаза преимущественно зеленые, вес 1,5 тонны. Он обвиняется в страховом мошенничестве. Макдэниелса остановили вчера за превышение скорости. Согласно неофициальной информации, тайная полиция заподозрила неладное, когда он предъявил им фальшивые водительские права на человека по имени Фрэнк Чен, ростом 1,80 метра. И вот такие вот маленькие истории, некоторые из них связаны друг с другом, некоторые нет. Ну, в общем, они настолько смешные, все необычные, веселые, что просто на подкаст подсаживаешься, и потом вообще не хочется ничем другим заниматься, кроме как его прослушиванием. Так что теперь я, как настоящий фанат, закажу себе, естественно, две книги. Так как настоящий я фанат, я, естественно, дождалась конца скидок. Зачем мне покупать книги со скидкой, если я могу заплатить за них полную стоимость? И, скорее всего, я не вытерплю, и таки закажу их без скидок. Но я пока держусь изо всех сил. Вот, и очень хочется вместо вот этого, честно сказать, ну, такого говнеца, здесь в книжке про говнецо рассказывается, ну, и сама она такая, такое себе говнецо, вот послушать подкаст. Блин, сейчас уже 10 часов, мне осталось 100 страниц. Хотелось бы, конечно, сегодня книжку дочитать, чтобы не тащить ее в завтрашний день, потому что, откровенно говоря, не хочется тратить на нее 2 дня. Но я понимаю, что я не дочитаю 100 страниц, меня уже вырубает. Даже до 11 я вряд ли дочитаю, а до 12 я не смогу, наверное, читать. Мне завтра рано вставать, не хочется быть убитой, поэтому я, наверное, остановлюсь вот на 250-й странице. Мне кажется, это вполне неплохой себе результат, и пойду спать. Хотя, кого я обманываю, я послушаю пару выпусков подкаста, и потом буду спать. Спасибо, что были со мной сегодня, надеюсь, вам понравилось, и вы будете смотреть следующие дни. Увидимся завтра, пока!